МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкины. Здравствуйте! Сегодня день рождения второго космонавта планеты Германа Титова. Ему исполнилось бы 84 года. В Мемориальном музее на родине космонавта в селе Полковниково ежегодно собираются сотни жителей края и гости из других регионов России. Почетный гость этого праздника – советский космонавт Анатолий Цибарский. Участникам встречи показали новые экспонаты музея. Например, тренажер виртуальной реальности «Космос». О том, как в Полковниково отметили день рождения Германа Титова, смотрите в вечернем выпуске. Ну, а мы продолжим. Многочисленные медвежьи следы, обнаруженные недалеко от Барнаула. Огромные лапы животного увидели рыбаки у Аби в Калманском районе. Пачка доширака легко помещается в следе. Сам медведь людям, к счастью, не показался. Кстати, за последний месяц на территории края неоднократно замечали следы медведей и их самих неподалеку от населенных пунктов. Некоторые связывают это с масштабными пожарами в Сибири. Якобы звери спасаются бегством. Действительно ли на Алтай пришел красноярский мишка и что делать, если вы встретились с животным, в вечернем выпуске расскажет Валентина Аскерова. Ну, а Полина Жданова пыталась купить историческое здание на улице Льва Толстого, 33. Объявление о продаже архитектурного памятника на днях появилось в интернете. Кстати, стоимость особняка около 25 миллионов рублей. Всего 25 миллионов рублей и этот шикарный исторический особняк имени купцов Морозовых станет вашим. Заманчивое предложение, не так ли? Оно разлетелось по всем социальным сетям. Однако историки говорят, что продавец немного лукавит и продает дом, который никогда не принадлежал известным городским торговцам. В объявлении пишут, это будущий офис, банк или магазин. Площадь внушительна, 960 квадратных метров. На продажу дом выставило риэлторское агентство. Собственник с покупателем встретится только на объекте. Поэтому мы уточнили у агента, знает ли он историю особняка. Точно уверены в том, что это дом купца Морозова? Сто процентов. А кто вот вам сказал, что это дом купца Морозова вообще у вас? Откуда эта информация? Ну, судя по историческим данным. Но официальные исторические данные как раз говорят об обратном. Дом по улице Толстого, 33, который продают, принадлежал не Морозовым, а купеческой чете Суховых. Глава семьи Василий в 19 веке был мэром Барнаула. Этого риэлтор уже не знал, но связаться с нашим историком после разговора не отказался. Это дом купцов Суховых. Вы о чем говорите? Дом Суховых? Нет, это вы неправильно информированы. Вы занимаетесь историей. С одной стороны улицы Льва Толстого были в основном дома, принадлежащие Суховым, вот с той стороны с нечетной. А с противоположной стороны, с четной, как раз были дома, в основном Морозовские. Новый владелец должен знать, что это важный исторический объект, культурное и архитектурное наследие города. Правомерно ли продавать такую ценность? Да, законом не запрещено. В этом я не вижу ничего плохого. До революции те же самые Морозовы, Суховы, Фторовы, Смирновы могли перепродавать друг другу здание. Эксплуатацию здания контролирует Алтай охранкультура. И значительные ремонтные работы, скорее всего, провести там будет нельзя. А если будущий владелец решится на реставрацию, ему придется получать разрешительные документы. Кстати, это риэлторское агентство продает и еще несколько исторических памятников старого Барнаула. Полина Жданова, Андрей Печоркин. День с толком. Московский тренер по фигурному катанию приступил к работе с барнаульскими спортсменами. Екатерина Дунаева приехала к нам в рамках социального проекта. Пока неизвестно, как долго Дунаева задержится. У нас, возможно, на несколько месяцев. Попасть на мастер-классы еще есть возможность. Необходимо обратиться в Федерацию фигурного катания. Тренер поделится с участниками тремя золотыми правилами успеха. Наш спорт, он сложный на координационный. И здесь, конечно, больше усидчивости требуется и больше напора. Ну, как бы гимнастику тоже можно к этому виду спорта отнести. Бальные танцы. Везде нужно стараться, в любом случае. Тренер помогает, спортсмен старается, родитель поддерживает. Вот этот треугольник нужно обязательно соблюдать. И тогда результат будет налицо. Продолжим. С 30 до 8 минут сократилось время подъема на гору Малая Синюха. На алтайском курорте Манджирок открылся новый современный горнолыжный подъемник. Инвестиционный проект профинансировал Сбербанк. Кстати, запуск новой канатки – первый этап комплексного развития курорта. Свыше двух километров, больше 80 комфортабельных теплых кабин и уникальная природа вокруг. Если раньше подъемник такого класса был только в Сочи, то теперь появился на одном из популярных курортов Сибири – Манджирок в республике Алтай. Новая канатка – подарок для всех туристов. Особенно для горнолыжников, которым в мороз приходилось больше 30 минут подниматься в гору по старой кресельной канатке. Глава ведущего банка страны Герман Греф пояснил, что создание дороги и сопутствующей инфраструктуры вокруг обошлось почти в полтора миллиарда рублей. Этот подъемник пока он в несколько раз превышает потребности в гостях. 2400 человек в час – это в несколько раз больше максимальной пиковой нагрузки здесь. Поэтому он закрывает все нужды. Поднимались мы сюда 8 минут. Конечно, это будет комфортно, это тепло, это безопасно и это очень быстро. Прокатиться в комфорте захотели многие. В день открытия дети до 12 лет катались совершенно бесплатно. Как в сказке. Он с ребятишками летит, как на ковре в самолете. Что им для понравилось? Мне понравилось, как мы ехали быстро. Как вам прокат? Очень здорово, все прекрасно. А вам? Очень понравилось. Вид прекрасный, изумительный. А на старой катались? Нет, на старой мы катались. Скажите, сравните, пожалуйста. Это комфортабельно и не страшно. Новая канатная дорога – лишь один из этапов комплексного развития курорта. Через несколько лет здесь планируют открыть парк, пляж, бассейн, а на вершине горы – ресторан. Если сегодня Манжурок посещает около 220 тысяч человек в год, то благодаря развитию инфраструктуры эта цифра увеличится до 800 тысяч. Валентина Аскерова, Илья Халяпин. День с толком. Далее еще немного полезной информации. Вот, как гласит известный фразеологизм, готовить сани нужно летом. Но я бы добавила, что заранее необходимо думать и о теплом наряде на зиму. Где можно купить красивую шубку, узнаете далее. По Дворце культуры Монтуростроителей работает выставка-ярмарка Кировской меховой фабрики. Если ваша мечта – норка, вам точно сюда. Персиковые, малиновые, лимонные глаза разбегаются от обилия расцветок и фасонов. Короткие и длинные шубы с капюшоном и без. Увидев себя в зеркале, просто примеряя такую красоту, вам не захочется с ней расставаться. Кировские производители учли все ваши пожелания. Каждая шубка на всех этапах производства проходит тщательный контроль качества. Но, как говорится, не норка единая. Шубки из мутона, нутрии, каракули, размеры от 38 до 66. Здесь можно подобрать и красивый меховой головной убор. Цены не кусаются. К тому же все еще действуют летние скидки. От 20 до 50 процентов. Возможно, рассрочка. Кстати, выставка работает еще три дня, с 10 до 19 часов. Любая модница, посетив выставку меха, будет приятно удивлена и не разочарована. Милые дамы, не экономьте на красоте. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». Смотрите нас также на нашем канале в Ютубе, в соцсетях, Инстаграм, ВКонтакте и Фейсбуке. Смотрите и подписывайтесь. До встречи в эфире. Спасибо.